Здравствуйте, дорогие друзья! Это проект «Золотые лекции русского мира». С вами сегодня Геннадий Слышкин, профессор Юридического института Российского университета транспорта, директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Эрафика. Мы с вами поговорим о черном юморе и о соотношении смешного и страшного. Ну, казалось бы, дорогие друзья, совершенно не связанные между собой вещи. Где смешное и где страшное. Смешное ассоциируется у нас с приятным, с радостью. Страшное никаких радостных ассоциаций не вызывает. Но, тем не менее, мы с вами увидим, что эти два феномена, эти две вещи очень и очень тесно системно связаны. Смех это вообще не до конца понятая, не до конца структурированная эмоция. Ну, собственно, это и не вполне эмоция. Потому что смех, по сути, связан со всеми эмоциональными состояниями, которые способен переживать человек. Через смех мы ощущаем радость. В смехе мы можем позиционировать, овеществлять свое презрение к чему-то. Через смех мы отодвигаем от себя страшное, в том числе самый актуальный для нас страх – это страх смерти. Об этом мы, собственно, с вами сегодня и поговорим. За смешным стоит особая картина мира. Ну, по сути, за каждым жанром нашей коммуникации стоит особая картина мира. Мы можем увидеть картины мира и официальных документов. Мы можем увидеть картины мира свадебных жанров и свадебных обрядов. Мы можем увидеть лирические картины мира, картины мира исторических романов и так далее. Но смеховая картина мира, картина мира, реализующаяся в смеховых жанрах, самым популярным из которых в современной культуре является анекдот, качественно отличается от всех прочих жанровых картин мира. Она всеобъемлющая. В смеховой картине мира, то есть в смеховых текстах, в анекдотах, в эпиграмах, в частушках, в шутках, реализуется все, что на настоящий момент актуально для социума. Если для нас что-то действительно важно, оно обязательно реализуется в смеховых жанрах, причем именно в тех аспектах, которые для нас сейчас важны. Есть огромное количество ценностей, реализующихся в анекдоте. Но тем не менее, если мы в большом масштабе посмотрим на анекдотный жанр, мы увидим, что есть четыре базовых мотива, четыре основных ценностей. Условно назовем их смеховыми концептами. Первый из этих концептов – это концепт «нелепая». Данный концепт тесно связан с постоянно происходящей соревновательностью внутри социума. Шутки, основанные на нелепом, появились в тот момент, когда в обществе появилась первая иерархия. Этот концепт, эти ценности, эти шутки восходят к биологической борьбе за выживание. Нелепость, реализующаяся в смеховом тексте, это нелепость, которая вызывает у говорящего приятное чувство собственного превосходства. Есть кто-то, кто ниже нас физически, интеллектуально, социально. Мы можем посмеяться над ним. И это нам приятно. Кстати, вообще мы с вами увидим, что при ближайшем рассмотрении смех – это очень жестокая вещь. Ценности и человеческие мотивы, которые в нем реализуются, это довольно-таки страшненькие мотивы. Шутки, основанные на нелепости, появляются впервые в детском фольклоре. То есть вот это вот те первые шутки, которые мы усваиваем, придя в первые пункты нашей социализации – в ясли, в детский сад. И детский анекдот о нелепости – это анекдот о физических недостатках. Кстати, если мы сейчас с вами посмотрим на эти анекдоты, я надеюсь, что мы все-таки как-то ментально с вами выросли с тех пор, они не покажутся нам смешными. Это анекдоты о людях с физическими недостатками о заиках, о лысых, о толстых. Очень популярный в детской среде циклом является цикл анекдотов о дистрофиках. Понятное дело, послевоенное время и позднейшие периоды, когда недостаток веса в детях вызывал существенную озабоченность у медиков и у родителей. Соответственно, детям внушалось, что нужно хорошо кушать. И дистрофик, то есть худой человек, становился объектом осмеяния. Обычно вот эти вот детские анекдоты о нелепом – это анекдоты, основанные на гиперболе, когда тот или иной физический недостаток просто преувеличивается. Простейший пример. Лежит дистрофик в больнице и кричит «Сестра, сестра, сгони с меня комара, а то он мне всю грудь истоптал». Типичнейшая гипербола. Будем надеяться, что для взрослого человека уже не смешно. Но по мере того, как мы с вами взрослеем, наше внимание привлекает и значимым для нас в плане выживания в социуме становится уже не физический аспект, а интеллектуальный. Поэтому для взрослых людей существует огромное количество анекдотов о нелепом, основанных на различных видах интеллектуальных недостатков. Проще говоря, в каждом социуме есть своя классификация глупцов, и эта классификация реализуется в смеховых текстах. Давайте, например, вспомним популярный цикл анекдотов, так называемых анекдотов о Чукче. Дело в том, что анекдоты о Чукче стоят особняком относительно прочих этнических анекдотов. Все остальные этнические анекдоты – это анекдоты о наших ближайших соседях, то есть тех социумах, с которыми мы с вами сталкиваемся, представителей которых мы можем легко дифференцировать. Внешне, по популярным именам, по особенностям произнесительным и так далее. А вот анекдоты о Чукче нет. Кто из нас может сказать, что он дифференцирует Чукчу и эскимоса, или алиута, или представителей народов ханты или манси и так далее? Почему Чукчи попали в анекдот? Сугубо фоносемантические причины. Чукча – Чук. Само название данного народа, оно для русского уха представляется забавным. То есть вот это вот самое чудо, еще и в сочетании с Ча, само и стало причиной осмеяния представителей данной нации. Если посмотрим, то увидим, что многие слова с негативным значением, ассоциирующиеся с глупостью и странностью, в русском языке тоже имеют элемент Чу. Чудак, чувак, чурка, сниженная, отрицательная и так далее. Какой вид глупости стоит за Чукчей? За Чукчей стоит глупость, как неспособность знать и пользоваться благами современной цивилизации. Чукча – это тот, кто технически неграмотен, тот, кто не знает элементарные для представителя современного социума вещи. Ну, опять же, пример. Бегает Чукча по берегу моря в шубе. Окунется – вылезет, окунется – вылезет. Подходит к нему, кто к нему может подойти? Естественно, русский, потому что подобные анекдоты всегда поднимают самосознание титульной нации. Ты что, Чукча, делаешь? Шубу стираю, однако. А что в стиральной машине не получается? Получается, только голова кружится. То есть на чем основана шутка? На том, что есть некий глупец, который не знает, что перед тем, как положить одежду в стиральную машину, ее нужно снять себе. И это смешно, это вызывает приятное чувство собственного превосходства. Второй базовый концепт – это концепт запретный. Вращение к данному концепту позволяет носителям языка, носителям культуры временно освободиться от давляющих над ними в обществе запретов. Здесь многочисленные анекдоты на капрологические, на сексуальные темы и так далее. Не смешные, грубые. Очень многие из них заканчиваются просто произнесением табуированного слова. И сам факт произнесения для определенной социальной группы, он уже является причиной для смеховой реакции. Особняком здесь стоят анекдоты, основанные на реализации запретной агрессии. Здесь говорящий и слушающий осуществляют агрессивные акты в отношении тех людей, тех групп населения, относительно которых они не могут осуществить их в реальной жизни, а при этом хочется. Многочисленные анекдоты, связанные с нанесением смерти или увечья, жертвами которых становятся, например, представители власти. Ну, скажем, для 90-х годов были характерны подобные анекдоты, посвященные налоговой полиции и так далее. Очень обширная и очень жестокая группа, вот, честно говоря, группа анекдотов, которые, если читать их подряд и воспринимать их подряд, вызывают определенный ужас. Это анекдоты о тёще. Поскольку нет второго такого цикла, в котором реализовывалась бы подобная агрессия. Например, присутствует мотив глумления над мертвым телом, что для русской культуры, в том числе для русской смеховой картины мира, в целом не свойственно. А вот в этой группе анекдотов присутствуют. Действительно пугают. Пара примеров. Папа, а бабушка точно будет ехать этим поездом? Сынок, ты бы меньше трепался и побыстрее откручивал рельсу. В чём суть данного текста? Строится мостик. То есть и отец, и сын принадлежат к одной и той же гендерной группе. И, соответственно, одним из объединяющих их моментов должна быть нелюбовь к тёще. В смеховой картине мира реализуются очень многие, да практически все, значимые для выживания в социуме мотивы. Следующий концепт. Это концепт претенциозки. Функционирование данного концепта в смеховой картине мира основано на компенсации невозможного в культуре официально. Всё, что для официальной картины мира позиционируется как высокое, значимое, вызывающее уважение, подменяется в смеховой картине мира на свою противоположность. Здесь происходит типичное, описанное Михаилом Михайловичем Бахтиным, карнавальное снижение каждого конкретного концепта, каждой конкретной ценности. А приём, языковой приём, он, в общем-то, одинаковый. В конце смехового текста основная ценность, основная тема, подменяется на свою прямую противоположность. Например, в официальной картине мира основной атрибут власти – это мудрость и сила. Соответственно, в анекдотах о власти власть представляется глупой и бессильной, неконтролирующей ситуацией. Основной атрибут врача в официальной картине мира – это милосердие. Соответственно, в смеховой картине мира основным атрибутом врача становится равнодушие. Просмотрим пару примеров подобных снижений. Товарищ капитан, вы меня спасли от смерти на фронте. Я буду благодарен вам до самой смерти. Да, что-то не припомню, как это было. Да вы бежали, а я за вами. Типичное снижение. В начале рисуется картина героического акта спасения. В финальной фразе героический акт от акта спасения превращается в проявление трусости. «Скакал Иван-Царевич три дня и три ночи. Скакал-скакал, пока у него скакалку не отобрали». Первая фраза позиционирует персонажа текста как сказочного героя, обладающего всем атрибутом уважаемых, позитивно оцениваемых качеств. «Кто такой Иван-Царевич? Это красавец, это силач, это герой». В финальной фразе он превращается в ребенка или глупца. Ну и, наконец, концепт страшное, о котором мы с вами хотели бы сегодня поговорить в особенности. Для нас уже привычным является словосочетание «черный юмор». Почему же страх и смех настолько связаны между собой? Мы с вами уже говорили о том, что смех выполняет определенную социальную функцию. То есть любой смех – это наш с вами социальный заказ. И разные виды смеха – это разные виды наших социальных потребностей. Одна из наших важнейших социальных потребностей – это потребность в безопасности. В безопасности как физической, телесной, так и в безопасности духовной, ментальной. То есть мы хотим ощущать себя в безопасности. Но объективными способами защитить себя не всегда возможно, да практически всегда невозможно. Мы не можем быть гарантированы от болезни, мы не можем быть гарантированы от преступлений, мы не можем быть гарантированы от войны и так далее. И поэтому мы ищем вербальные способы самозащиты. Одним из этих вербальных способов является перенесение страха в смеховое поле, то есть ослабление. Вообще есть коммуникативный закон вербального поглощения эмоций. Согласно этому закону, любая эмоция, высказанная в форме связанного рассказа, гасится, ослабляется, притупляется. Кстати, именно поэтому, если мы с вами испытываем радость, очень хорошо попеть, покричать от радости, это, наоборот, усилит эмоцию радости. А вот если мы связанно кому-то рассказываем об этой радости, то она немного погашается. Аналогичным образом действует и ситуация страха. Если мы начинаем кричать от ужаса, нам становится только страшнее. А вот если мы вербализуем страшное в форме связанного рассказа, то страх несколько утихнет. А уж если мы поместим страшное в комический контекст, то есть таким образом отодвинем его от себя, снизим этот страх, то страх ослабляется очень и очень существенно. Истерики и похондрики часто ноют. Вот я умру, тогда вы все и увидите, тогда вы и поймете, какой я был. На самом деле, таким образом, они отодвигают от себя этот страх. То есть выражая его в форме рассказа, они как бы смерть выводят за рамки возможного. Нужно отметить, что большинство анекдотов, посвященных нелепому, запретному, претенциозному, могут рассказываться в реальной модальности. То есть не как выдуманные тексты, а как реалии. Ну как-то мне пришлось ехать в поезде, и ехал я с работником таможни, служившей, это была дама, на границе с одной из стран Балтии. И всю дорогу дама рассказывала анекдоты о Прибалтах, при этом делая вид, что это реальные случаи из ее служебной практики. При этом тексты, рассказы вызывали смех. А вот с анекдотами о страшном все по-другому. Если поместить данный текст в реальный контекст, то есть если сделать вид, что это реальная история, смеховой реакции уже не будет. Вот здесь вот именно фикциональная, именно художественная модальность имеет принципиальное значение. Одним из основных, точнее не одним из основных, а основным страхом человека является страх смерти. Смерти от самых разных причин. Болезней, террористических актов, преступлений и так далее. И если мы с вами посмотрим на тематику черного юмора, на смеховые тексты, мы с вами увидим, что вот все популярные на тот момент страхи социума очень быстро реализуются в смеховой картине мира. 12 сентября соответствующего года интернет пестрел анекдотами о теракте. То есть 11 сентября вызвало мгновенную реакцию. За каждым крупным террористическим актом, происшествием, катастрофой, следует, помимо новостных текстов, помимо официальных объявлений, сожалений, помимо печальнейших, эпитафий и так далее, следует вал анекдотов. И не нужно воспринимать это как что-то ненормальное. Чем больше мы боимся, чего бы то ни было, тем больше нам хочется этого смеяться. Просто таким образом мы защищаем себя от инфарктов, инсультов, от постоянного ужаса и так далее. То есть все, что происходит в коммуникации, это нормально. И черный юмор, это нормально. Единственное, что ненормально, что черный юмор является симптомом социальной незащищенности. Ненормально не то, что мы шутим. Ненормально то, что нам приходится чего-то постоянно бояться. Ну да вернемся к языку. Вернемся к тем способам, в которых материализуется страшное. Человеку свойственно ошибаться. Издалека начал командир воинской части разговор с женой сапера. Каким образом здесь осуществляется апелляция и к смерти. Есть апелляция к популярному выражению «Сапер ошибается один раз в жизни». Почему? Потому что ошибка сапера – это смерть. Соответственно, через другую популярную фразу «Человеку свойственно ошибаться» командир части апеллирует, сообщает о том, что персонаж мертв. И это должно вызвать улыбку или смех у адресата анекдота. Вообще, тексты, основанные на страхе, строятся абсолютно одинаково. Они связаны с иносказательностью. Ну, помните, что, например, в загадке, посвященной солнцу, не может быть единственного слова – солнце. Соответственно, в анекдотах, апеллирующих к смерти, не может быть слов «смерть», «умер» и так далее. Эти слова, точнее, эти значения, всегда маскируются, всегда подаются иносказательно. То есть, сам по себе текст – это своеобразная загадка, языковая загадка. И, разгадав ее, слушатель или читатель приходит к выводу о том, что персонаж или мертв, или скоро умрет. и парадоксальным, на первый взгляд, образом, это должно вызвать у нас улыбку, должно вызвать у нас смех. То есть, вот сам факт того, что мы помещаем смерть в смеховой контекст, это способ защититься от страха смерти. Существует множество языковых способов апелляции к смерти вот этих вот иносказаний, вот этих вот загадок в анекдотическом тексте. Первый из этих способов это способ отрицания футуральности. Умирание воспринимается носителем языка как отсутствие будущего. Ну, например, доктор, а мне потом можно будет есть сало? Какое сало? Ну, я имею в виду в будущем. В каком будущем? Отсутствие будущего равно смерти. Более сложные способы использования языковых единиц, значение которых включает сему окончательности действия. Врач, уезжающий в отпуск, делает обход палаты. До свидания, Петров. До свидания, Иванов. Прощайте, Сидор. В данном примере значение предикатива «прощайте», употребляемого при окончательном расставании, усиливается за счет контраста с лексемой. До свидания. Внутренняя форма, которая предполагает будущую встречу. Причем, обратите внимание, в контексте четко позиционируется врач уезжает в отпуск. То есть, он вернется, но с больным он уже не встретится, больной будет мертв. Следующее средство апелляции к мортальности это полисемия. Очень частотное средство действует таким образом. берется лексема, одно из значений которого ассоциировано со смертью, а другое нет. И контекст строится таким образом, чтобы одновременно актуализировать и мортальное, и не мортальное значение. Киллер входит в комнату, где мило беседуют двое новых русских и говорит, «Господа, разрешите, я вас перебью». У глагола «перебить» перебивать два значения. Первое это прерывать, не давая договорить. Оно актуализируется за счет ситуации. Два человека разговаривают, третий присоединяется к ним. Другое значение мортальное перебить, то есть убить нескольких одного за другим. Оно актуализируется за счет номинации субъектов «новые русские» и «киллер». Следующий способ буквализация значения фразеологизма. Идея смерти может передаваться в смеховом тексте через игру на внутренней форме метафоры, которая лежит в основе того или иного фразеологизма. Буквальное значение актуализируется за счет контекста. Анна Каренина в юности очень боялась, что ее никто не возьмет замуж. А мама ее утешала «Не плач, Аннушка, твой поезд еще придет». Метафорическое значение выражения «твой поезд еще придет» подразумевает, что все будет хорошо, тебя ждет удача. Это значение абсолютно немортальное. Но, опираясь на культурный контекст, слушающий или читающий понимает, что здесь осуществляется апелляция к идее смерти, поскольку общеизвестное культурное значение «Анна Каренина погибла под колесами поезда». Метанимическое ассоциирование. Апелляция к концепту смерть может осуществляться путем упоминания объектов, которые так или иначе смежны, то есть физически связаны с умиранием или погребением. Атрибуты погребения здесь доминируют. А Вася дома? Вася да, а венки уже вынесли. Ассоциация, стоящая за этим анекдотом, венки, похоронный ритуал, смерть. При этом ни у кого из нас не возникает мысль о том, что Вася это чемпион и его венки это чемпионские венки. В больничную палату заходит человек со словами «Кто сдавал вчера анализы?» «Я сдавал», отвечает пациент. «И какой у вас рост?» «Метр шестьдесят пять». Человек поворачивается и уходит. «Доктор, доктор, а как же мои анализы?» «Да я не доктор, я плотник». Ассоциация еще более сложная. Плотник, изготовление гроба, погребение, смерть. В сознании каждого из нас присутствуют элементы банальной эрудиции, связанные с популярным медицинским знанием. И апелляция к этой банальной эрудиции также является способом актуализации концепта смерти. Современный человек регулярно смотрит медицинские сериалы, читает медицинские тексты в интернете, поэтому кое-что мы знаем, а если мы кое-что знаем, значит, это способ поиграть на чем-то на этом и обратиться к смерти. Какая у больного температура? Нормальная, комнатная, 18 градусов. Общеизвестное медицинское знание комнатная температура может быть только у мертвого тела. «Доктор, а когда меня выпишут?» «Когда распрямится ваша кардиограмма?» Благодаря медицинским сериалам мы с вами очень хорошо усвоили, что прямая кардиограмма появляется на мониторах только в момент умирания. Иногда используемые в смеховом тексте медицинские знания показывают, что медики, врачи, медсестры являются не только лицами, констатирующими смерть, но и причинами этой смерти. «Если не ошибаюсь, я поручал вам взять кровь у пациента из шестой палаты», говорит врач медсестры. «Да, доктор, я ее взяла. Ее ровно 5,2 литра. Общеизвестное медицинское знание, большая, а тем более полная кровопотеря, ведет к смерти». Дорогие друзья, подводя итоги, давайте еще раз обозначим, ради чего мы с вами сегодня беседовали, ради чего вообще было все вот это, включая рассказы, включая воспроизведения смеховых текстов, которые при ближайшем рассмотрении не очень-то и смешны. Это связано с тем, что мы должны с вами четко понимать. Смех, даже смех над страшным, это нормально. Смех выполняет целый ряд важнейших социальных функций, в том числе функцию нашей психологической защиты от того, что нас пугает. Если мы смеемся над чем-то, и этот смех кажется нам варварским, этот смех кажется нам крамольным, этот смех кажется нам оскорбительным, на самом деле он таковым не является. Таким образом, мы защищаем себя от постоянного ужаса. И ненормально то, что нам приходится чего-то бояться, а не то, что что-то вызывает у нас смех. Спасибо за внимание. С вами был Геннадий Слышкин, заместитель директора юридического института Российского университета транспорта, директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Это золотые лекции фонда «Русский мир». Оставайтесь с нами, и вас ждет еще много интересного. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok